На счету Максима Горельченко уже две продолжительные поездки к нашим военным в зону проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Поддерживать бойцов на фронте – задача каждого жителя нашей страны, считает член Хуторского казачьего общества. Вот собирали все, что принесут. И вот у нас каждое утро, мы вставали в 5 утра, и вот эту посылочку, каждую 5 тонн мы собирали ее и разбирали. Вот мы берем первые четверть грузовика, разобрали, вскрыли, посмотрели. Так, это на передовую, это надо в госпиталь передали. То есть мы смотрели, что кому конкретно надо. И ехали, и отдавали. Для эмоциональной разгрузки наших солдат и поднятия боевого духа Максим Горельченко и участники казачьего хора ко второй поездке на Донбасс подготовили творческий репертуар. В него вошли такие известные песни, как «Смуглянка», «Казаки в Берлине» и произведения собственного сочинения. Поддержать наших военнослужащих и побывать в зоне проведения СВО решил и председатель военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» Артем Гусев. Клуб старается активно поддерживать свою подшефную 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую александрийскую бригаду. Артем Александрович утверждает, что гуманитарная помощь, которую отправляют солдатам, жизненно необходима. Ведь у наших военных практически нет возможности поддерживать связь с родными и близкими. И такое общение, оно очень полезно и для нас, и прежде всего для них. Ребята сидели, читали письма, письма написанные школьниками и переданные с гуманитарной помощью. Они читали и плакали. Ребята скучают по своему дому, по своим родным, по своим близким. И, конечно же, им нужна вот эта моральная и духовная помощь. Военным всегда интересно знать, как обстоят дела дома в их родном городе. Помощь и поддержка, которую оказывают неравнодушные самарцы, напоминается летом о том, что дома их помнят, любят и ждут. Александра Гусева, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!